И снова... Здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова. Здравствуйте, мои милые, здравствуйте, невероятные, здравствуйте, солнечные, самые-самые, светлые души на свете! Я действительно очень счастлива вас приветствовать, рад вас видеть, знать, что вы все живы, здравы, и всё у вас благостно и хорошо. А если нет, то я всей души вам этого желаю. Милые мои хорошие, славные, замечательные, в сегодняшний эфир я хочу посвятить вот такой теме – тема о несчастье. Вы знаете, очень многие люди говорят о том, что, как бы, как они говорят, они в своих несчастьях кого-то всегда обвиняют. Вот данный эфир я хотела бы посвятить такой теме, что никогда нельзя, не нужно, неправильно обвинять кого-либо в своих несчастьях. Как только вы научитесь этому моменту не обвинять кого-либо, так сразу же вы встанете на тропу счастья. Ваши ряды счастливых людей пополнятся вами. Вот так как-то. Вы знаете, что я сама очень много увидела в жизни нехорошего. И была очень долгое время несчастлива. Очень долгое время. Несчастно в плане того, что у меня не было 100% полноценного счастья. Несчастье было то, у меня было здоровье плохое, то с ребёнком проблема, что я её не видела, то первый брак как-то не получился, то в детстве какие-то болезни, там много чего. И всегда меня в жизни преследовало вот какой-то такой момент, который вот утяжелял просто мою жизнь. И я как бы карабкаясь из неё, из этого, вот как бы этот груз наш, знаете, такой вот камень какой-то висел, который меня всегда вот куда-то тянул туда вот на дно. И на дно в плане, в смысле даже вот и физически, и эмоционально я, хотя я всегда, я сейчас делаю выводы того, что каким образом я дошла до того момента, когда я стала по-настоящему счастливой. Почему это в итоге со мной произошло? Потому что ведь то, что у меня было, куча-куча этих вот таких вот больших камней, которые меня тянули вот на дно пропасти, я понимаю, как я от них освободилась, и как я пришла вот к этому состоянию вот этого полноценного счастья, и когда я хожу вся одухотворённая, вдохновлённая, влюблённая в жизнь, в людей, в супруга, в дочку, и всё так благостно и хорошо происходит. Почему? Вот сейчас скажу. У меня всегда было такое одно качество хорошее. Я не хвалюсь этим, я просто, я всегда всё рассказываю, уже, наверное, знаете мне, что я всё рассказываю из своего собственного. Я не рассказываю из каких-то обыдов. Так получилось в жизни, я не знаю для чего, но я понимаю, что это нужно использовать сейчас во благо. Я не знаю, то ли была эта специальная программа такая, чтобы я вот это вот всё увидела. Я всегда спрашиваю ангелов-хранителей, почему, почему у меня, что я сделала в прошлой жизни не так, что я сделала в этой жизни не так. Покажите мне. Они иногда мне рассказывают, иногда они мне не дают возможности туда зайти, для того, чтобы я, наверное, чтобы мне плохо совсем с головой не стало, и я не увидела тот страшный момент, который был в прошлом. Есть такие грани, за которые, черты, за которые нельзя выходить человеку. Они это держат всегда, потому что они, ангелы-хранители, тоже желают, чтобы человек не сошёл с дистанции, да, вот здесь даже умственно, потому что уж коли нас так создал Отец Небесный, что мы сюда приходим и не помним свои прошлые воплощения, значит, это всё во благо для того, чтобы человек смог адекватно проживать эту жизнь полноценно, не вовлекаясь в то прошлое и не жря этим прошлым, понимаете? Поэтому я понимаю, что много того, что ещё от меня скрывают охранители души, было что-то такое, что я должна была этот момент отработать. Так вот, я хочу рассказать вам о своём качестве. Я им не хвалюсь, я просто на примере, может быть, оно вам это всё поможет. Дело в том, что я в своих бедах никогда никого не винила, понимаете? Может быть, по детству, где-то я думала, что там, может быть, я не должна была родиться в том месте, я не должна была родиться в этом году, в том году, в котором я родилась. У меня всегда такие мысли были, что я всегда задавала себе вопрос, для чего я сюда пришла, для чего я сюда пришла, почему мне такая жизнь, почему мне так всё трудно даётся, почему? И как только я перестала это спрашивать, честно говоря, как только перестаю спрашивать, у меня жизнь идёт прекрасно. Как только я начинаю задавать вопросы, так я понимаю, что куда-то меня заносит, что мне не надо это спрашивать и не нужно. Значит, что-то происходит, то, что не очень хорошо. И тогда я уже поняла, что лучше не спрашивать, не задавать себе таких вопросов, почему. Самое главное, нужно понять, что никого нельзя обвинять в своих бедах, в своих несчастьях и даже себя. Нужно сделать выводы, почему это произошло, к примеру, или для чего мне этот момент жизни нужен был, чему он меня научил, что я из этого урока извлекла. Это жизненный урок, который я... Так вот, взяв всё самое необходимое из этого вот момента, я начинала просто думать, для чего мне это дону и чему меня это научило. Как только я это понимала, я шла дальше. Но я никогда не обвиняла в своих сложных ситуациях кого-либо, потому что обвинить кого-то, что я из-за кого-то несчастна, это на самом деле... Вы понимаете, как это происходит? Ты, мало того, что ты сам виноват, ты ещё эту вину накладываешь на другого человека. Потому что всё, что с нами происходит, это не может быть, что мы с вами все отрабатываем программу. Каждый момент жизни, который мы сейчас проживаем, мы его же как бы формируем в своё будущее. Вот сейчас я с вами разговариваю, и в следующий момент я вот улыбаюсь, вам говорю комплименты, и в следующий момент я уже как бы формирую своё будущее благостное. Почему? Потому что я вам с радостью и с улыбкой всё это даю, говорю, с чистым сердцем, вот со всей чистотой души, с огромной душою, с объятиями и с любовью. И я знаю, что мне это придёт обратно от мира, от Отца Небесного, потому что это всё распространяется, ваша энергия положительная идёт, она всегда движется, и она всегда возвращается к хозяину, к тому, кто её отправил. Мы все есть движение, мы постоянно все в движении. И если я посылаю добрый посыл, то я, значит, закручиваю этот виточек доброты вокруг себя, и ко мне с какой-то стороны начинает это всё приходить. Даже это может не от вас приходить, а от других, потому что я когда даю, я уже ни от кого не жду, вот конкретно от Ютуба, от своих подписчиков, потому что я знаю, мне может прийти от соседа, от человека в магазине какой-то там, мне просто что-то получится, такой разговор, диалог хороший, мне даст комплименты какие-то, поделится чем-то хорошим, от ребёнка может прийти, от мамы и прочее, понимаете. Поэтому я в этом плане просто живу и создаю свои, потому что сегодняшний наш день – это программа на следующий день. Каждый миг – это программа на следующий, последующий миг. Поэтому обвиняя кого-то в своих бедах, в несчастье, вы создаёте ещё полное несчастье, вы его как бы усугубляете и его ещё дополняете, и становится оно у вас… Вы кого-то обвините и говорите, «Ты виноват в моём несчастье», тем самым ты создаёшь ещё более-более вот этот… такой у вас получается… Как это сказать? Да, они мне подсказывают, я не понимаю эту картинку, которую они мне показывают. Ну, ты как бы… Получается, они говорят, ты попадаешь вот в этот вакуум, который у вас сдавливается, и твоя энергия, она не разрастается, а наоборот сужается, и к тебе приходит со всех сторон извне, как мне показывают, я так понимаю, извне приходит… У вас как бы пробоины происходят такие, и у вас приходит вот это негативное состояние ещё больше, 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 и в вашей жизни происходит ещё больше несчастья и неприятных моментов. Вот, поэтому обвинять кого-то несчастья, то, во-первых, вы так и останетесь несчастным, а во-вторых, если слишком, понимаете, слишком заходить глубоко в это состояние, то у вас потом появится желание сделать что-то неприятное кому-то, понимаете. Вот ты несчастный, и всё время ты обвиняешь и сидишь в этом состоянии, то у вас уже вот вы входите в состояние депрессии, потом агрессии и злости, то вам уже вот, ну, хочется нагадить, такое слово, насолить, ну, плохое сделать, там уже вплоть до физической расправы, да, понимаете. А почему? Потому что в вас внедряются вот эти тёмные силы. Это правда, это так и есть, потому что я вам не могу это всё рассказывать, чтобы вы не пугались, ну, это так. Ну, вот, считайте, что вы попадаете в поток негатива, тёмных энергий, и они уже начинают вами там завладевать, и вы становитесь более таким депрессивным, подавленным, несчастным, всё больше и больше и больше. А каким образом вы можете это всё, от этого избавиться? только если перестанете кого-либо винить в своих несчастьях. Произошло с вами это? Сядьте, проанализируйте, что и где вы сделали не так. Если вы не можете решить эту проблему, оставьте её. Примите всё, как есть. Решение придёт позже, в данный момент не можете сами справиться. Пойдите к тем людям, которые счастливы, которые адекватны, которые могут дать вам дельный совет и которые вас поддержат ворально, духовно, которые вас наполнят, обогатят эмоциями, которые помогут вам развеяться, уйти от этого состояния. Понимаете, когда вы несчастны, нельзя прийти за поддержкой к несчастным людям. Всегда знайте, два несчастных человека это ещё большее зло. Несчастный человек для того, чтобы стать лучшим, должен идти к счастливому человеку. Понимаете? Или к двум, к трём, к четырём. Найдите группу людей в поддержке. У вас где-то есть родственники, обращайтесь к ним. Но никогда никого не вините. Никогда не концентрируйтесь на этом. Вот это было моё спасение, когда я начала сначала говорить о себе. Это было моё спасение. Во всех своих несчастьях я никогда никого не винила. Но одна была проблема, я винила себя. Я говорила, я оправдывала каждого человека, который был со мной, и почему это произошло, даже если меня там ударили, побили, оскорбили. Я не винила этого человека. Я говорила, наверное, я всё это сделала неправильно. Я вот такая-сяка, я поступила не так. Это было неправильно, это самообичевание тоже неправильно. Но потом я поняла, что этого делать не надо. Я просто поняла, что нужно от этих людей уйти, никогда с ними не взаимодействовать, не общаться, и найти силу уйти. Я надеюсь, поняли, почему я так говорю. Ну, найти силу уйти и уйти к людям, которые более счастливы. С ними общаться, разговаривать и забыть то. Конечно, забыть невозможно, это всегда есть. Ну, если это не обвинять человека в этом, а думать, я сразу начинала думать, да, я просто была молода, да, я была глупа, да, я не разобралась, да, я не разглядела, я неправильно сделала в своей жизни выбор, я пошла не по тому пути. Это был не мой человек. Вот так просто начала говорить себе, но не винить. А самое главное, я всегда старалась общаться с людьми, которые более счастливы. И тогда мне было так хорошо и благостно, я с ним не смеялась, я и так всегда, даже когда несчастная была, полноценная, не была счастливой, я всегда смеялась над собой, я об этом вам говорила, я всегда смеюсь над собой. Вот, и это мне прибавляет больше радости в жизни, каких-то движений. Так вот, и движение в плане энергетического все приходило ко мне, наполнялось свою жизнь какими-то радостными красками. Так вот, я старалась, 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 старалась себя как-то вот заполнять свое пространство такими людьми и радоваться жизни. И что я вам и хотела посоветовать, что не вините кого-то в своих несчастьях, иначе вы погрязнете в депрессии, в депрессии, вами будут еще потом сущности руководить, и вас загонят в такое состояние, что когда вы будете захотеть в депрессивное, когда вы захотите еще отомстить этому человеку, тому, которого вы вините, и прочее, 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 что потом вам отразится в вашей жизни неблагоприятными моментами. А жизнь, запомните, уходит, уходит, уходит каждый день, она уходит и становится все короче и короче, и на жизненный путь все ближе и ближе к финишной прямой. Так вот, на этой благостной и хорошей, веселой ноте, не о финишной прямой, а о том, что мы еще с вами здесь живем и здесь находимся в данном мире, запомните, те, каждый, кто смотрит мой эфир, вы еще здесь, вы слышите меня, значит, все хорошо, есть возможность все это изменить, есть возможность начать жить заново полноценно и счастливо. Забудьте о тех людях, забудьте о тех ситуациях, перестаньте кого-либо обвинить, выйдите из этого состояния и вы научитесь и станете научитесь тому, как можно достичь состояния полноценного счастья. и тогда рядом с вами люди будут более счастливые, гармоничные и радостные, и одухотворенные, и вам будет всегда весело, хорошо, и с песнями, и плясками, как мы это делаем с супругом, постоянно песни, пляски, и хороводы, и улыбки, люди скажут, что у них все радостно и хорошо. Конечно же, у нас есть и печальные моменты какие-то, которые вокруг нас происходят, там где-то, но они нас уже так не тревожат, мы на них так и акценты не делаем, потому что мы радуемся тому, что мы не имеем, что мы еще живы. Вот, а я с вами была я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдемиубурова, и заходите ко мне на огонек, к нам, супруга, на прямые эфиры, мы счастливы видеть будем вас. Вот, люблю вас, целую, и до новых встреч. Пока-пока. Храни вас всех, Отец Небесный. Пусть ангелы-хранители вас, и благодарю.